Это та же слава, то же творение, та же сила. Он сотворил этого человека по своему образу, и теперь он снабжает его той же творческой силой, при помощи которой он сотворил все. Он передает эту силу ему. Добро пожаловать на серию передач, посвященных Дню Благодарения. Если вы ведете себя по-божьему, это приносит его мудрость и мир. Присоединяйтесь к Аннету Копланду, чтобы услышать ободряющую весть о том, как во имя Иисуса прорваться к Божьим ответам. Давайте поклонимся Господу и прославим Его. Поднимите свои руки и прославьте Господа. Прославьте Господа, потому что Он великий и дивный. Его дела дивны в наших глазах. Спасибо Тебе, Господь Иисус. Хвала Тебе, Господь. Хвала. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Хвала Тебе, Господь. Хвала. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Воздайте Господу хвалу и благодарение сегодня. Аллилуйя. Да, аминь. Повернитесь и пожмите руку двум или трем людям. Широко улыбнитесь и скажите кому-то, что вы любите Господь сегодня. А после этого можете садиться. Хвала Богу. Аллилуйя. Благословен Господь. Откройте, пожалуйста, книгу Бытия. Первая глава. Скажите, первая глава. Это начало. Аминь. Хорошо перечитывать эти места и размышлять над ними. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, и сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Именно так и должно быть. Мужчину и женщину сотворил их. Это не имело бы никакого отношения ни к чему. Мужчина и женщина. Если бы дальше не шел 28 стих. Это власть, чтобы владычествовать. И власть — это одно, а сила — это кое-что другое. У каждого верующего есть власть над дьяволом, над всеми начальствами, всеми властями, всеми мироправителями тьмы и духами злобы поднебесной. У каждого рожденного свыше чада Божьего есть власть над их деятельностью во имя Иисуса. Аминь. Но это только часть уравнения. Каждый полицейский, каждый полицейский на улице сегодня, в тот день, когда он закончил полицейскую академию и стал полицейским в полицейском участке, не имеет значения, в каком подразделении, например, мы сейчас в Брэнсоне. Давайте представим себе Брэнсон. Он становится полицейским и получает власть контролировать уличные движения. Он может выйти на улицу, поднять свою руку, и вы должны будете остановиться. Если же вы этого не сделаете, вы будете наказаны, особенно, если вы переедете его и убьете. Вы будете держать за это ответ. Ну, например, этот полицейский, наделенный властью, поднимает свою руку, чтобы остановить вас. А вы едете на двухтонной машине со скоростью 130-150 км в час. Он поднимет свою руку? Не думаю. Даже если у него есть сила и власть и вас накажут, если вы не остановитесь. Это будет или нарушение правил уличного движения или убийства. но если взять того же полицейского и посадить его в танк, потом вывезти этот танк на середину улицы и полицейский поднимет свою руку, а вы не остановитесь, попробуйте переехать его в таком случае. У него есть сила остановить вас. Он заряжает пушку. Если вы не остановитесь, скажу вам, от вас мокрого места не останется. Маленькая точка на какой-то странице истории, потому что вы прекратите свое существование на этой земле. Почему? Из-за той потрясающей силы, которая была отдана под командование этого человека. Аминь. И когда вы видите верующего, у которого есть власть в имени Иисуса остановить дьявола, это хорошо. Но возьмите того же верующего и наполните его или ее Духом Святым и силой, и вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, силу быть свидетелями. Силу. Силу. Аминь. И это будет верующий, обладающий властью внутри боевой машины. Слава Богу! У него не только есть власть, но и сила, чтобы подтвердить это лично. В чем же скрывается эта потрясающая власть? На основании чего Дух Святой в вас будет осуществлять ее? Где находится основание? На чем оно стоит? Оно должно стоять на этой скале, иначе мы будем пребывать в глубоком заблуждении. И все это есть в начале. Все началось отсюда. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил Он его». Как же Бог сотворил его? Точно так же, как Он сотворил все. Словами своих уст. Но обратите внимание на слова, которые дали жизнь и осуществили переход духовного существа Божьего в человеческое духовное существо. Когда Бог творил все это, Он делал это по образу. Когда Он сотворил человека, Он сделал это по собственному образу, Он воспроизвел самого себя. Он сделал это при помощи слов. Но обратите внимание, каких именно слов это слова образов и владычествования. Это было словесное семя, которое принесло жизнь человеку, мужчине и женщине. Я уже упоминал о мужчине и женщине. Когда вы дойдете до этого места, когда Он только-только сотворил их, мужчину и женщину, больше нам ничего не показывают. Дальше все могло пойти в любом направлении. Но посмотрите на следующий стих. И они уже живы. 26 стих. Когда Бог произнес эти слова, тогда дух жизни был провозглашен Богом. Помните, Иисус сказал, «Слова Мои, дух и жизнь». Он вдохнул дух жизни в этого человека и тело стало живым. Плоть не пользует немало, как сказано в Евангелии Теана. Именно дух дает жизнь. Именно слова духа и жизни дали жизнь естественному плотскому миру. И вот что произошло в самом начале. И тогда человек стал живым существом. Он дух по самому образу Божьему. Образу Божьему. А Бог — это дух. Человек — это дух. У него есть душа, которая состоит из его воли, разума и эмоций. И он пребывает в физической, земной одежде, теле, которое полностью зависит от него в вопросах жизни и поступков. Тело не может жить, если вас в нем нет. Но вы очень даже хорошо можете жить без этого тела. Выйти из тела — значит, выдвориться у Господа. Выйти из тела — это значит мертвое тело. И до воскресения оно будет оставаться мертвым, пока Бог снова не соединит его с вами, починив его для дальнейшего использования. Аллилуйя. Когда вы представите всю эту картину, тогда следующий стих, и именно благодаря следующему стиху вы берете власть и водворяете его в танк, в боевую машину. Приводите его в режим работы. И Бог благословил их. Слово «благословить» значит дать силу, наделить силой, уполномочить. И Бог дал им силу и сказал. Я слышал, как брат Кейт Мор проповедовал об этом. И я сразу же, как только смог пробиться к нему после проповеди, мы вместе с ним сели и поговорили об этом. Я хотел услышать об этом больше. Больше об этом маленьком слове «быть». еще в 1968 году я проводил собрание в очень маленьком городке в Техасе. И у нас возникли трудности с тем, чтобы найти место для нашего собрания. Поэтому мы арендовали синагогу. Боже мой, каким это стало благословением. Они были очень рады, что мы проводили собрание там, а мы были восхищены пребыванием там. И сколько всего хорошего было в этой синагоге. Я смотрел на это, на все эти ветхозаветные места Писания и прочее. Это было еще в 1968 году. Я жаждал этих откровений. Они не были еще настолько доступными, как теперь. Знаете, различные переводы, завершенные еврейской Библией, которые закончили только несколько лет спустя. И все такое прочее. Я просто раскапывал эти откровения. И я дошел до этих двух стихов. Боже мой, в английском переводе написано «Да будет свет». Вы слышите здесь слово «будет». Да будет. Это устаревший способ выразить здесь силу слов. На иврите это сказано так. И Бог сказал «свет, будь». Свет стал. Бог увидел, что это хорошо. Это очень сильные слова. Не правда ли? Мы с братом Китом начали разматривать всю Библию. Все, что касалось слова «быть». мы натолкнулись на слово «аминь». Слово «амэн» или «аминь». Что оно значит? Да, что? Вы молитесь, заканчиваете молитву, и вы говорите «молитва, будь». Помните тот пример, который мы рассматривали вчера? Иисус провозгласил желаемый конечный результат этой смоковницы. Развернулся и ушел оттуда. Для него с этим было покончено. И позже он сказал «все, чего не пожелаете в молитве, верьте, что принимаете и будет вам». Тот же процесс, тот же образ мышления. Он сказал «человек, будь». Потом дальше он сказал и сказал им Бог «будьте плодотворны, плодитесь. Человек, будь, свет, будь». Вы видите, что это та же сила? Это сама слава Божья, творческая, удивительная слава Божья в действии. И ничего не изменяется, когда он обращается к человеку. Это та же слава, то же творение, та же сила. Он сотворил этого человека по своему образу, и теперь он снабжает его той же творческой силой, при помощи которой он сотворил все. Он вкладывает ее в него, чтобы при ее помощи он владычествовал и в нужном случае творил заново. То же слово «будь», поищите его. Иисус скажет «будь исцелен, будь целостен». Это маленькое слово «будь» просто рассыпано здесь повсюду в Библии. Это «будь» есть повсюду, если его поискать. Кто скажет «гореет и...» В моей Библии оно упоминается дважды. «Будь передвинута». «Будь брошена в море». Кто не усомнится в сердце своем, но поверит, что эти «будь», которые он сказал существятся, «будет» и ему что не скажет. Это та же самая сила «будь». «И благословил их Бог и сказал им Бог «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным присмыкающимся по земле». Как же я должен это исполнить? Я должен владычествовать над всем на этой земле? Я должен обладать землей? Как? Каким образом? Я должен это исполнить? При помощи силы благословения, та же сила, которой Он сотворил нас и которая пребывает на вас, и сила благословения в Иисусе изменит все, приведет в порядок и освободит. Это не имеет ничего общего с чувствами, ничего общего с тем, как это пахнет, ничего общего с тем, как это выглядит, ничего общего с тем, что существует в этом мире. Это зависит от командной власти и силы. Откройте пожалуйста еще раз книгу бытия. 11 глава 3 стих. И сказали друг другу. Они сказали друг другу. Они сказали друг другу. Они не говорили Богу. Это не имело ничего общего с Богом. И сказали друг другу. Наделаем кирпичей. А что случилось с камнями? Нет, мы сделаем это по-своему. Бог использует камни, а мы сделаем кирпичи. И что в этом такого? Все кирпичи похожи друг на друга. Некоторые хорошие, некоторые не очень. Но важным здесь является то, что они сделаны руками человека. И кто-то должен их изготовить. И это не будет царь. Царь получит за них деньги, потому что он сказал, что только из них можно строить дом. Мне нужно продолжать дальше? Нет, потому что вы уже знаете эту систему. Вы уже распознаете ее, вы видите ее. Это то же самое. Скажу вам кое-что. Другая форма правления это тоже не капитализм. Если вы хотите пребывать в Божьей форме правления, это свободное предпринимательство. Бог заинтересован в свободе. Аминь. И он даст вам практическое знание об этой системе. другое. Но это больше связано с зарабатыванием денег. Потому что кто-то обязательно додумается если я изготовлю больше кирпичей чем другие я заработаю денег. Но все равно именно мы делаем кирпичи. Смотрите дальше. И сказали они построим себе город и башню. Сделаем себе имя прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Бог сказал им идти по всей земле. Они не хотели идти по всей земле. Они хотели собираться там на своем месте. И так Господь сошел и сказал одно слово Вавилон то есть смешение и говорят что с той поры одни начали говорить по-французски другие по-немецки а третьи нет. Это был конечный результат этих событий потому что они начали разделяться. Они не могли понять друг друга хоть и говорили на одном языке. Там установилось замешательство смущение почему потому что неожиданно у кого-то появилась альтернативная мысль и в таком случае возникает вопрос будем делать так или по-другому это правильно ну не знаю возможно так правильно и вы просто стоите и ничего не делаете ну давайте все соберемся и но когда бог сказал это это поставило точку на строительстве этой башни это поставило точку которая стоит до сегодняшнего дня и будет стоять до последнего часа пока все не изменится и сатана не будет стерт с лица земли и пока не придет тысячелетнее правление Христа Иисуса эта точка будет стоять там и эта социальная система не имеет значения как она называлась в то время то ли там был царь или какая-то партия та партия или другая это социальная система обеспечения нуж человека без бога может сделать совсем немного башня выросла вот настолько и упала город вырос вот настолько а потом они оставили его но брат Коплант я просто не понимаю этого нет вы понимаете вы просто не осознаете что понимаете я могу встать здесь перед вами и мы все здесь более-менее на одном уровне но я мог бы встать и сказать слово любовь и получить 500 разных представлений о том что я сказал я говорил о боге а вы думали о вчерашнем вечере да но я сказал слово и вы слышали то же слово но поскольку существует много разных идей происходит какая-то путаница и пока мы не обратимся к слову божьему и не утвердим что я имел ввиду вы понимаете что я имел ввиду мы читаем одно и то же на силе божьей и твердой скале мы можем строить без путаницы смущения и замешательства я нарисовал линию через всю страницу моей библии начиная с 4 стиха 11 до 12 главы построим себе город и башню сделаем себе имя сделаем я говорил вам об этом вчера вечером я делаю деньги я зарабатываю на жизнь я я я я заключаю сделку я человек который сделал сам себя сделаем себе имя он прославил свое имя сделаем себе имя перейдем к 12 главе и сказал господь Авраму пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю которую я укажу тебе и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении я даю тебе силу обладать землей владычествовать над ней населять ее я буду делать работу я сделаю тебе имя Аврам расслабься дело не в том что бог не хочет чтобы вы были возвышены бог не хочет чтобы вы возвышали себя сами чтобы возвысить себя вам придется наступить на кого-то но бог возвысит вас позволяя вам и давая вам силу возвысить кого-то другого аминь аллилуйя установив эту разницу все это приводит нас к этому месту в книге бытия бог вводит это в действие и ничего не изменяется до конца библии если бы адам не испортил это благословение вся библия состояла бы приблизительно из четырех глав остальное было бы намного больше остальным было бы благословение в действии слава богу и в остальной библии бог восстанавливает благословение и возвращает силу своей семье туда где она и должна быть с самого начала чтобы привести вас к рождению свыше крещению в духе святом скажу вам иисусу нужно было стать этим проклятием чтобы благословение авраама могло прийти на нас с вами и мы могли стать наследниками согласно этому обетованию и инструкция к нему находится вот здесь ее понимали настолько неправильно ее понимали неправильно потому что как сказал брат Чарльз Кэпс Библия настолько проста что нужна помощь что понять ее неправильно и на протяжении многих лет у нас была высокооплачиваемая помощь которая помогала нам неправильно понимать слова нет и сказал Господь Аврааму пойди земли твоей и от родства твоего я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое и будешь ты в благословении ты будешь носителем этой сверхъестественной силы наполняйте вы понимаете к чему я веду здесь обратите внимание я благословлю тебя я возвеличу твое имя я благословлю тебя и ты будешь благословением ты будешь моим инструментом благословения и я благословлю благословляющим тебя благословлю благословляющих тебя давайте присоединитесь ко мне войдите в этот поток услышите что говорит бог вы помните что мы читали вчера вечером если вы ищите бога его праведности ищите господа посмотрите на скалу из которой вы ищите посмотрите на отца своего авраама сказано в исае 51 3 ибо я призвал его одного и благословил его и я сделаю пустыне его как сад господа вот что послушать послушать его имя послушайте вот что бог вот что вот что бог говорит я призвал его я призвал одного человека но если вы поможете ему быть благословением я я наведу на вас то же самое благословение которое пребывает на нем и на его семени после него приходите благословляйте помогайте я не только хочу быть благословенным но я хочу быть благословением я хочу действовать в этом я буду помогать вам в этом вернемся опять к этому месту писания я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные благословятся послание галатам 3.8 сказано что бог предвозвестил Аврааму проповедовал ему благую весть в тебе благословятся все народы вот что такое Евангелие вот что пришел проповедовать Иисус вот что я проповедую здесь сегодня это Евангелие Иисуса Христа само благословение и когда он дает назначение благословлю благословляющих тебя это будет не часть благословения а равное благословение равное мы сонаследники с Иисусом но обратите внимание что еще он сказал тех кто пытается остановить тебя я остановлю вас обратите внимание как они попытаются остановить вас при помощи проклятия именно над ним господствует сатана над этой вавилонской системой которая действует в проклятии откройте 17 главу книги пророка Иеремии 5 стих так говорит господь проклят человек который надеется на человека о чем он говорит это кучка людей которые решили что сделают тебе имя построят город построят башню защитят себя что они будут решать куда им идти они будут это делать они будут это делать они и что они делают они отдалились от благословения вернулись к проклятию которому открыл двери Адам начнем с этого проклят человек который надеется на человека проклят человек который надеется на какую-то ассоциацию или на человеческий социализм для обеспечения своих нужд все это очень просто не так ли если соединить все вместе слово очень четко говорит об этом не надо даже думать что это или откуда это пришло но я хочу чтобы вы выдели что это за человек проклят человек который надеется на человека и плоть делает своей опорой или своим способом действия своим способом управления и которого сердце удаляется от господа это от слова божьего он отдалился разумом от божьих путей он отдалился разумом от того что бог его источник и он надеется на социальную справедливость он надеется на социализм он надеется на экономику Он надеется еще на что-то. Он отдалился от Слова Божьего. Он будет как вереск в пустыне. Вереск — это маленький куст, низкорослый куст, и не увидит, когда придет доброе. Он не может услышать от Бога. Он слишком много внимания обращает на себя. Пытаясь заставить кого-то прийти и помочь ему. Но посмотрите дальше. И поселится в местах, знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Необитаемой? Что бы произошло, если бы на него вылить воду? Она превратится в соленую воду. Она убьет его. Он не видит ничего, кроме себя. Бог работает с ним, пытается показать ему, что делать. Но он этого не слышит. Ему мешает его «да, но». О да, он знает Бога, он знает Слово Божие. Но он чужд заветов обетования и отчужден от общества израильского, без надежды и без Бога в мире, согласно послания к эфесянам. Почему? Потому что он возводит свои глаза на социальную систему. Благословен... О, Боже мой! Седьмой стих. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование — Господь. И он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Первый человек не мог увидеть доброе, а этот человек не видит ничего плохого. Не видит плохого. Почему? Он не смотрит на то, как все обстоит сейчас. Мы смотрим не на эти временные видимые вещи, но мы смотрим на вечные вещи глазами веры. Вера. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Вы сдайте Господу хвалу и благодарение сегодня. Аллилуйя. Да, аминь. Обернитесь и пожмите руку двум или трем людям. Широко улыбнитесь и скажите кому-то, что вы любите в Господе сегодня. А после этого можете садиться. Слава Богу. Аллилуйя. Благословен Господь. Давайте откроем послание к филиппийцам. Первую главу. Павел и Тимофей. Рабы Иисуса Христа. Всем святым во Христе Иисусе. Находящимся в филиппах с епископами и дьяконами. Как появилась эта церковь в филиппах? Кто дал рождение этой церкви? Кто-то из вас помнит? Павел был брошен в темницу в филиппах. Он и апостол Сила были закованы в колодке в подземелье этой тюрьмы в городе. И в полночь они пели хвалу Богу. Сила не вел себя, как вереск в пустыне. Я ничего не понимаю, я приехал сюда проповедовать. Скажу тебе, Павел, в следующий раз, когда у тебя будет видение, что кто-то зовет нас прийти. Не рассказывай мне о нем, Боже мой. Каждый раз, когда я еду с тобой куда-то, меня избивают и бросают в тюрьму. Скажу тебе, ты позоришь имя Евангелия. Они не делали так. Хотя у них была такая возможность. Но что произошло? В этой тюрьме, в полночь, наступил момент Павла и Силы. Бог послал их в эту социалистическую дыру. И они были брошены в тюрьму. Но именно в этой тюрьме настал их момент. И они пели и прославляли Бога в полночь. И заключенные слышали их. То есть это не была тихая песня для них двоих. Все заключенные услышали. И сила Божья. Что это была за сила? Сила благословения. Сила освобождать. В Эдемском саду нет тюрем и подземелья и колодок. Где вас избивают? Это проклятие. Благословение было высвобождено на том месте той ночью. Помазание на этих апостолах пришло в силу, и оно потрясло землю. Потрясло эту старую тюрьму. Все двери широко открылись. Вот сколько помазаний исходило из этого подземелья. Из этих двух человек. Оно не сошлось с небес. Оно вышло из этих двух мужчин. Из этих апостолов, которые прославляли Бога в полночь, и поклонялись во весь голос. Хвала Богу. Они знали, что настал их час. Они знали кое-что. Очень скоро что-то должно произойти на этом месте, и внутри них было столько хвалы, что они просто не могли выдержать. И когда она вырвалась, эта сила просто взорвала тюрьму, сломала замки и цепи, развалила все. Но там было столько силы Божьей, что никто не мог двинуться. В одном случае это место опустело бы за две с половиной секунды, ведь в то время не было прожекторов. Здесь темно, двери тюрьмы открыты, и я убегаю. Вы понимаете? Эта тюрьма полна людей, и некоторые из них не очень хорошие. И попасть на волю для них очень важно. Мы исчезаем. Но там было столько силы Божьей, что они не могли сдвинуться с места. Они все остались там. Этот начальник тюрьмы, и все эти мошенники, все эти заключенные, политические узники, религиозные узники, воры, убийцы, вся эта куча заядлых граждан стали первыми членами Первой Церкви Благословения в Филиппах. А начальник тюрьмы стал их пастором. Неудивительно, что они настолько любили этого апостола Павла. А сейчас подумайте, послушайте внимательно эти слова. Что наполняло их сердца, когда они читали это письмо? Третий стих. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании». То есть Евангелие. А что такое Евангелие? Проповедь благословения, которая приносит спасение, крещение Духом Святым, исцеление для тела, искупление и освобождение от греха, болезни, демонов, страха, бедности и всего проклятия. Аллилуйя. Вот что такое Евангелие. «От первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, когда оно началось? Оно началось в полночь в той тюрьме. Слава Богу. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно». Подчеркните слово «должно». И где-то поблизости напишите «возможность» или «что дало мне возможность?» «Что и дало мне возможность помышлять о всех вас?» «Потому что я имею вас в сердце». Это божественная связь. Она была установлена в этой тюрьме. «Потому что я имею вас в сердце в узах моих». «Возможно, нам с вами это не кажется настолько важным, но я хочу, чтобы вы знали, для них это было важно. Они знали, что произошло, когда он был в узах. Они были там, они видели это, и цепи пали с них тоже, в той же тюрьме, той же ночью, под действием той же силы. Они увидели это в узах моих при защищении и утверждении благовествования, как утверждается Евангелие. «А он продолжал работать со словом, подтверждая последующими знамениями». «Знамениями». Оставьте здесь закладку. Давайте прочитаем, как там сказано точно. Это последняя глава Евангелия от Марка. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». В моем переводе у меня слово «им» выделено курсивом. Господь не содействовал только им. Но не в первую очередь, потому что, если бы он просто содействовал им, возможно, на них бы все и закончилось. И так и проповедовали. И это неправда. Но так об этом проповедовали. В моем переводе Библии слова «им» были добавлены переводчиками. Они выделены курсивом. Они сделали это по своему желанию. И у меня есть желание удалить эти слова. Итак, обратите внимание, что здесь сказано. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова». Бог содействовал слову. Не только им и их проповеди слова. Он содействовал слову. Он приказал им идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Проповедует что? Благословение. И Бог подтверждал слово последующими знамениями. Возвращаемся к посланию к филиппийцам. В первую главу. «В узах моих» они знали силу, которая сошла на него в его узах. При защищении скажу вам, это Евангелие и благословение Господне и сила Божья, пребывающее внутри этого человека и на нем не имело значения, где он стоял и проповедовал. Была защита для Евангелия, которая до сего дня распространяется на нас с вами. Когда мы стоим на словах этой книги. Он подтвердил завет или, как сказано, и в утверждении Евангелия знамениями и чудесами. И Бог содействует своему слову, когда оно проповедуется. Смотрите, Павел пишет, «Вы все соучастники моей благодати». Они смотрят на это и говорят, «Ты хочешь сказать, что поскольку я пришел помочь ему и благословить его в этой работе, теперь я благословлен той же силой, которая пребывала на нем той ночью в темнице». Разве не тоже Бог сказал Аврааму? Благословляющих тебя, благословлю. Те, которые придут и помогут тебе, на них будет пребывать тоже благословение. Я делаю это не для того, чтобы сделать тебя кем-то. Я делаю это, чтобы сделать кем-то всех в одном общем призвании благословения. А кто попробует использовать проклятие, чтобы сломить тебя, это проклятие вернется на них, если ты будешь стоять на моем слове и идти вперед. я остановлю их. И вообще-то Богу даже не нужно этого делать. Вы стоите на слове Божьем, проклятие просто отскакивает от вас и направляется прямо туда, откуда оно пришло и еще больше увеличивается на них. Но я этого не ищу. Я не ищу, чтобы кто-то был проклят. Я ищу, чтобы они развернулись и пришли сюда, присоединились к этому благословению. Слава Богу! Когда-то я тоже был глупцом. Был бы им до сегодняшнего дня, если бы не эта книга. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Это был процесс. Что случилось с теми, кто шел рядом с Иисусом? В то время, когда они помогали ему, его помазание переходило на них. Этот процесс не изменился в наше время. Конечно же, есть и религиозная корректность. Ну, брат Копланд, нужно быть смиренными в этом. А вы смиренные? О, да. И вы гордитесь этим? Да, о, да. Но когда я говорю таким образом, я не веду себя как эгоист. Этот естественный мир вокруг нас, он не знает разницы между верой и гордостью и эгоизмом. Они не видят в этом разницы. И когда вы отважно провозглашаете, что сделает Бог, я слышал, как люди говорили, совсем недавно я услышал, как кто-то сказал это по телевизору. Ну, в конце концов, кто мог бы знать волю Божью? Я просто ответил, «Я знаю! Я разговаривал с Богом сегодня утром. Я знаю волю Божию относительно вас. И я не узнал ее от Бога. Я только что слушал вас, и я знаю, куда вы направляетесь. Но вы могли бы перейти сюда. А на самом деле узнать волю Божию несложно. Совсем несложно. Но это очень сложно, когда вы пытаетесь узнать волю Божью на ваших условиях. Так ничего не получится. Потому что вы продолжаете стоять одной ногой в этой социальной системе и думать, «Ну, я узнаю, какова воля Божья здесь, если она подходит под мои планы, я ее исполню». Ну, возможно, он позовет меня в Китай или еще куда-то. Что ж, возможно. Если он это сделает, это будет самое славное место на земле для вас. Потому что ваше мнение о каком-то месте на земле совершенно отличается от его мнения. Бог не призывает вас туда, чтобы вы стали такими же, как они. Он призывает вас туда, чтобы помочь им стать такими, каков Он. Ваше время пришло. Когда Он призывает вас в определенное место, ваше время пришло. Это ваше время распространиться, расшириться. Ваше время преуспевать. Ваше время быть наделенными сила это время когда бог готов к вам вот почему он призывает вас и вы начинаете слышать что-то от бога и думаете вот это да я ты хочешь чего хочешь чтобы я обучал библии нет господь я не подхожу на эту роль нет я не подхожу вот вся цена такому разговору я знаю я сам прошел через это бог знал на что вы годитесь еще до того как призвал вас если вы годились на что-то больше возможно он бы вообще не связывался с вами но когда приходит ваш момент и бог указывает на вас пальцем и говорит я хочу чтобы ты сделал вот это не имеет значения если нужно пойти постучать соседнюю дверь и помочь своему соседу ваше время пришло время умножения настало потому что то что нужно для преуспевания и наделения силой вашего соседа придет через ваши руки возможно это будет хлеба и рыба который умножится на его столе возможно это будут другие вещи вам нужно только одно это слово живого бога бог произведет благословение бог произведет умножение бог произведет силу бог произведет освобождение спасения вам не нужно никого спасать вам нужно только быть готовыми слова живого бога как потрясающе что творец всего доверил нам силу и могущество Своего Слова. Но Ты послал его нам. Ты послал Своё Слово, и оно исцелило нас. И именно Твое Слово стало плотью и пребывало среди нас. И мы знаем Его, нашего Учителя и нашего Спасителя, Господа Иисуса. Спасибо Тебе. Мы прославляем Тебя за это. Мы принимаем Его с открытыми сердцами и открытым разумом. Во имя Иисуса. Аминь. Откроем Библии на послание к Римлянам 4 главе, 16 стихе. Послание к Римлянам 4, 16. Итак, по вере. Чтобы было по милости. По благодати. Как сказано в одном из переводов. Итак, какой вопрос здесь является ключевым? Благодать. Это причина, по которой невозможно угодить Богу без веры. Почему? Потому что для Него самое важное – это благодать. Не то, что вы можете заслужить. Нет, нет. Никогда не молитесь о том, чтобы получить то, что вы заслуживаете. Нет, во-первых… Нет, во-первых, Бог ничего вам не должен. Аминь. Возможно, вы служили Ему с утробы своей матери. Но Бог вам ничего не должен. В этом отношении Он всегда опережает вас. Он дал вам намного больше того, что вы могли дать Ему. Нет, нет, забудьте об этом. О своих заслугах. На самом деле, мне не нравится, когда люди говорят… О, брат Копланд, вы заслуживаете… Нет, нет, нет. Эти заслуги… Забудьте об этом термине. Все дело в благодати. Это благодать. Итак, поверь, что было по милости. В английском переводе сказано «по благодати». Теперь посмотрите сюда, вот почему. Если это по милости, по благодати, дабы обетование было, скажите вместе со мной, непреложно. Что это значит? Гарантировано для всех потомков. Не только для горстки людей, которые создают впечатление, что заслуживают Его, но и нам, главнейшим из грешников, о которых все знали, что мы не заслуживаем ничего, кроме тюрьмы. Но есть благодать. Слава Богу. Благодарение Богу за благодать. До конца. То есть цель Бога состояла в том, чтобы обетование было непреложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама. Слава Богу. И это сказано о нас. О нас. Аминь. Девятнадцатый стих. И не изнемогший вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сареного омертвения. А теперь посмотрите двадцатый стих. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу. Итак, какая вера воздает славу Богу? И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. И в этом стихе содержится такое же понимание. Вот такой образ. Бог не только силен исполнить это, он желает сделать это. Но почему же тогда у людей, у любого человека? Почему у кого-то возникает идея? Такого рода. Ну, знаете, но Бог не сделал бы этого для меня. Возможно, Он хочет, чтобы у меня был грипп. Если бы Бог хотел, чтобы у вас был грипп, как бы Он передал его вам? У Него нет гриппа. Неужели Он возложил бы на Него свои руки и сказал, «Грипп будь!» Нет. Он возлагал свои руки на людей, чтобы исцелять их. Он не давал им грипп. Неужели Он обратился бы к ним и сказал, «Грипп на вас!» Нет. Бог послал Своё Слово, и Оно исцелило их. Тогда каким образом Бог собирается донести вам этот грипп? Ну, Он заставляет дьявола сделать это. Ему не нужно заставлять дьявола делать это. Дьявол сам работает на себя. Он не работает на Бога. И бывало такое, что люди просто срывались передо мной и выпаливали. «Да, но всё равно скажу вам, Бог контролирует дьявола». «Извините, что?» Я что-то не расслышал. «Ну, Бог контролирует дьявола. Дьявол ничего не может сделать, кроме того, что Бог позволяет ему». Неужели? А это вы откуда взяли? Я-то думал, что Иисус сказал, «Во имя Моё вы изгоните дьявола». Да. Бог контролирует дьявола, да, у него есть власть над ним, да, Бог суверенен. Но суверенный, всё контролирующий Бог, передал весь суд и весь контроль в руки Иисуса, который делегировал, в свою очередь, власть над дьяволом телу Христову на этой земле, и сказал, «Облекитесь в Моё всеоружие и прогоните дьявола». У вас есть контроль над дьяволом. У вас, если он избегает наказания за какие-то вещи в вашей жизни, подойдите к зеркалу, широко улыбнитесь и скажите, «Займись-ка лучше этим, потому что только у тебя здесь есть такая власть на земле – исполнить эту работу». У тебя. Аминь. Аллилуйя. Итак, главные вопросы. «Ну, брат Копланд, я потерял свою работу». «Нет, вы и не потеряли». «Да нет же, потерял». «Нет, вы не потеряли свою работу». «Чем бы вы ни занимались, зарабатывая себе на жизнь». Подождите минутку. В Библии сказано, что праведные будут жить верой. Вот ваша работа. Вера – это ваше зарабатывание на жизнь. Аллилуйя. И главный вопрос здесь – это непрестанное даяние. Постоянно давать. В правильном понимании даяние. Вместо того, чтобы «Мне нужно собирать, и копить, и хранить, потому что, если я не буду этого делать, я потеряю все, что у меня есть». В конце концов, вы потеряете все, что вы пытаетесь сохранить, если вы идете на компромисс. Именно так действуют законы Духа. Именно так это происходит. А моя работа – это жить верой и быть послушным Господу Иисусу Христу. Аминь. Если Господу нужно, чтобы я был дворником, в одной из его церквей, в какой-то части мира, я полечу туда на своем самолете. Потому что работа дворника – это не то, чем я зарабатываю на жизнь. Не то. Я – сонаследник с царем. Я живу верой. И если Господу нужно, чтобы я убирал эту церковь, я поеду убирать эту церковь. И это не имеет ничего общего с моими доходами. До некоторых из вас это начинает доходить. А некоторые смотрят на меня, как будто бы… Он потерял здравый смысл. Нет, я нашел его. А вот вы продолжаете искать. Аллилуйя. Ну, задумайтесь об этом. Как говорят люди в мире. Я зарабатываю на жизнь. Я делаю деньги. Я заключаю сделки. Я человек, который сделал сам себя. Именно поэтому вы не многого стоите. Я обеспечиваю свою семью. Вашей семье нужно восстать и поменять обеспечителей. Иисус – ваш источник. Поймите это. Иисус является вашим источником. Он может использовать разные каналы. Но есть только один источник. Это Иисус. Иисус – он источник. Его Слово – самый главный ответ на все вопросы. И откровение Духа Святого – обетование. И оно не приложено для всех, кто ходит в нем верой. Почему это так? Почему? Потому что мы – часть ответа, а не проблемы. И когда мир страдает, а в Библии написано, что все творение стянает и мучится, ожидая откровения, ожидая проявления сынов Божьих. Почему же это творение знает? Что нужно ожидать этого? Потому что творение знает, когда оно было сотворено, что благословение на Адаме было источником восполнения земли. «Благословение Господне» в книге притча 10.22. Этот мир зарабатывает на жизнь. А в книге притча 10.22 сказано, «Благословение Господне, оно обогащает, оно делает, оно исполняет работу». Аллилуйя. И когда сыны Божьи проявляют благословение Авраама, мы становимся светом, радостью, поворотом, Божьей силой благословения. Аллилуйя. Которое может изменить любой голод, любое падение. Я уже говорил вам об этом чуть-чуть раньше. Когда Европа была полностью обречена, Бог поднял группу молящихся людей, пересадил их, привел их сюда. на этот континент. И тогда начались проблемы. И дьявол украл маленького индейца. И его отвезли в Европу. Там его посадили в клетку. Показывали его в цирке. О, смотрите, американский дикарь. Они держали его в этой клетке. И учитывая, что у этого юноши в жилах текла красная кровь индийцев, он убежал оттуда. И он спрятался в монастыре. Именно в этом монастыре он научился читать, писать и разговаривать по-английски. Его учебником была Библия. Этот индийский юноша родился свыше. Исполнился Духом Святым и получил призвание для своей жизни. Он вернулся домой, на свою родину, которая расположена всего в нескольких милях от этого места. И когда он попал туда, бой был в разгаре. Его народ с одной стороны и Пуритания с другой. Он ворвался прямо в разгар боя. Обратился к белым людям по Писанию и обратился к своему народу в любви Божьей и принес мир обеим сторонам. Мир. И они научили англичан обрабатывать землю и жить в этой части мира. В этой части мира творя благословение Господне. И они получили самый славный урожай, который только видели как белокожие, так и краснокожие люди. И именно таким образом появился первый день благодарения в стране, которая позже стала Соединенными Штатами Америки. Наш Бог сделал это прямо посреди всей этой неразберихи. Что ж, Бог не изменился. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И Он научил тех людей жить за счет даяния. Даяния. Аминь. Аллилуйя. И этот проблеск Божий, этот признак до сих пор является отличительной чертой этой страны. Можете говорить все, что угодно, но Божьи следы и отпечатки остаются на этом континенте. Не имеет значения, сколько людей пыталось стереть их. это невозможно. Потому что теперь Его обувь на наших ногах. Наши ноги обуты в Евангелии мира. И мы продолжаем оставлять следы повсюду. Аллилуйя. Тебе, Иисус. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки пятую главу, пожалуйста. Мы увидим кое-что в этом месте Писания. И мы сделаем определенное исправление в нашем мышлении. Я хочу, чтобы вы представили себе это, когда будете читать. Я хочу, чтобы это просто проигралось, как будто бы на сцене были актеры, и вы видели эту ситуацию своими глазами. Однажды, когда народ теснился к Нему, Иисусу, чтобы услышать Слово Божье, он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Множественное число. Скажите, сети. Нет, вы не сказали. Сети. Не сеть. Сети. Хорошо представили? Они не теснились, чтобы услышать Слово Божье? Они вымывали свои сети. Вот это работа. Эти сети тяжелые. И в то время, уверяю вас, это была серьезнейшая работа. Это было одно из самых сложных заданий в ловле рыбы. Его предстояло исполнять каждый раз, когда сети намокали или портились. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои, все сети, которые вы вымоли для лова». Он не сказал, «Давай посмотрим, сможем ли мы поймать что-то». Нет. Симон сказал ему в ответ, «Наставник, представьте себе, мы трудились всю ночь». Это слово, за которым нужно внимательно следить. В Ветхом Завете оно переводится на английский как «печаль». трудились, начиная с первого проклятия, которое пришло в Эдемском саду, когда грех и смерть пришли в этот мир, то есть проклятие земли. И человеку пришлось уйти из Эдемского сада, оставить то место, которое было благословлено, потому что благословение больше не пребывало на нем. А Бог не навел бы проклятие на тот сад. Ему пришлось уйти оттуда. земля была настолько проклята, она была настолько тверда. Человек увидел, что у него большие проблемы. У него и понятия не было о том, что значит зарабатывать тяжелым трудом себе хлеб, пищу, в поте лица своего. И евреи были успешными в том, что они делали, потому что Бог благословлял их насколько мог. Так в чем же здесь проблема? Их учителя, их священники не учили их благословению Авраама. Они учили закону Моисея, который Бог увел для того, чтобы благословение могло течь. Но они не принесли в него благословение. и теперь они трудились над своей религией. Каждый человек, проверьте это самостоятельно, каждый человек, которого Иисус избрал быть в своей команде, каждый из них, каждый, был финансово успешен. они представляли широкий спектр бизнеса и квалификаций, начиная от сборщика налогов до профессиональных рыбаков. Все они были успешны. успешны. И первое, что сделал Иисус, когда призвал их и помазал как членов своей команды, первой его инструкцией было «Не берите с собой ничего, кроме одежды, оставьте дома свою сумму, оставьте дома свои деньги», и люди воспринимают это вот как «О, видите, брат Копланд, он хотел, чтобы они были бедными». Это ложь. Если бы Иисус хотел этого, именно это у них не получилось. Они не были бедными, когда он призвал их, и они не были бедными, когда ходили с ним. Завершая свое служение, непосредственно перед тем, как пойти на крест, помните, что Иисус сказал им? Проверьте это в Евангелии от Луки. Он сказал, «Когда я говорил вам не брать с собой ничего, имели ли вы в чем недостаток?» Они ответили, «Нет, Господь ни в чем». Он поставил их в такое положение, где они должны были научиться работать под его распоряжением и делать это верой. Верой. Аллилуйя. И даже когда им чего-то не хватало, благодать Божья обеспечивала их всем более чем достаточно. так что это приходилось собирать в корзины. И все началось в тот день, в той лодке. Петр близок к тому, чтобы получить самый большой урок, который он получил в своей жизни. Следите внимательно. Будьте очень внимательны. Скажите, «Трудиться». Он сказал, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали». А теперь, теперь, посмотрите внимательно. «Но по слову твоему». Посмотрите, он не теснился, чтобы услышать слово Божье, не так ли? Он не знал, о чем проповедовал Иисус. Он не слышал этого. Он работал со своими сетями. О чем же он говорит здесь? Петр не действовал, по слову так, как будто бы Иисус есть Господь. Он не знал, что Иисус Господь. Иисус до Него еще один раввин. Он не знает его лично, он просто сказал, «Поскольку ты говоришь это, или, как мы сказали бы сегодня, «Поскольку ты сказал, что тебе хочется половить рыбы, я возьму тебя с собой». В конце концов, это я могу сделать». Он проповедник, а я работал всю ночь, я голоден, моя жена ждет меня завтраком, а этот проповедник хочет идти ловить рыбу днем. Я работаю на этом озере с 12 лет и достиг немалого успеха. Днем в этом озере невозможно поймать рыбу. Я знаю это, Яков знает это, Иоанн знает это, мистер Заведей, мой партнер и их отец знает, что мы все знаем это. Мы всю свою жизнь посвятили этому рыбному бизнесу. Что проповедники знают о ловле рыбы? Скажу вам, что они знают. ничего. Но он раввин и я уважаю его. Знаете, как сегодня бы сказали сегодня? Он преподобный. Не портите мой рассказ своим стилем. Но именно таким было отношение Петра. Он думал, что знает, что произойдет дальше. А Иисус знал, что произойдет. Петр думал, что знает из-за своего прошлого опыта. Иисус знал, что произойдет, потому что он был Вадим Духом Святым. Аминь. Один из них руководствуется верой, другой тяжелой работой. Смотрите дальше. Иисус трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть. Здесь что-то не так. Иисус сказал, нет, я говорил сети. А Петр, я не хочу забрасывать сети. Я уже помыл сети. Я заброшу сеть. У меня есть одна старая сеть. Ничего страшного. Иисус не заметит никакой разницы. Эта сеть была испорчена. Смотрите дальше. Вы заметите, что Иисус ничего не пытается объяснить ему. Он разрешает ему отплыть и выставить себя на посмешище. Я просто вижу, как Иисус стоит там с улыбкой на лице. Но вы не можете сказать, что он не предупредил его. Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. сеть. Почему? Она была испорчена. Это была старая сеть, которую Петр даже не промыл. Она просто там валялась. Возможно, на дне лодки или в комарке для сетей. И он пошел и достал ее оттуда. Я отдам ему вот эту сеть. Мы и так ничего не поймаем. Мы забросим ее три или четыре раза. Когда я вернусь, я просто ее выброшу. Потом пойду домой и съем завтрак. Это правда. Это можно узнать потому, что никакая другая сеть не порвалась во время этого захода. Особенно это видно в Евангелии Атеана, где сказано, что они поймали столько рыбы, что даже не могли вытащить сеть, но она не порвалась. Но это была гнилая сеть. Именно поэтому Петр сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Он знал, что согрешил. Он знал, что не стоит приносить испорченную жертву, порочную жертву. Это сокрушило его, потому что он знал закон в этих вопросах. Но Петр не знал благословения. Если бы он знал благословения Господня, он бы вытащил все свои сети и выбросил бы испорченную сеть. И сказал бы, вот что я тебе скажу Иисус, даже если я не поймаю больше ни одной рыбы, я не буду предлагать гнилую сеть представителю царства благословения Божьего. Аминь. Не приносите мне одноглазого цыпленка. Аминь. Хорошо, смотрите дальше. Вы видите, здесь сказано «они». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и сеть у них прорвалась. кто это «они»? Симон, Петр и Иисус. Да, удивительно. Не так ли? Смотрите дальше. «И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им». И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. А Петр не поймал ни одной рыбины. И я хочу показать вам что-то. Смотрите дальше. «Увидев это, Симон, Петр припал коленем Иисуса. Он не мог припасть к его стопам. Иисус стоял по колено в рыбе. Он не мог по-другому. Петр припал коленем, которые не были погружены в рыбу. А рыба делала вот так. Я просто представляю Иисуса, их обоих. Они стоят там по колено в рыбе, а Иисус стоит улыбается и смотрит на него, кивая головой. Я же пытался объяснить тебе. Вы хотите сказать мне, что рыба в Галилейском озере отказалась бы приплыть? Помните благословение? Владычествуйте над всем, что плавает и ползает и ходит и летает. Бог сказал это. Бог высвободил это благословение еще до того, как грех или смерть появились в мире. Итак, власть над всем животным царством не была властью, осуществляемой под угрозой. Это была власть, которая осуществлялась любовью, сочувствием и верой. Аминь. вот что произошло в тот день в той лодке. Тяжелый труд, наполненный скорбью и страхом, представляет проклятие, когда нужно всю ночь зарабатывать на жизнь и ничего не получить, потому что все рыбы расплылись в разные стороны. но благословение и милосердие учителя привлекли каждую рыбину в Галилейском озере к лодке Петра, а его сеть была испорчена. Далее. Тогда Иисус сказал ему, «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных, также и Иакова, и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симона. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, останови свой страх, отныне будешь ловить человеков». Что сказал Иисус? «Когда я буду вознесен, я привлеку всех людей к себе». Я хочу немного поговорить о том, что сделали Эрик и Джейк с такой точки зрения. Когда Иисус сказал, «Ищите прежде всего Царствие Божье», это значило не просто время от времени ходить в Церковь. «Вообще-то так вы не ищете Царствие Божьего прежде всего». «Ну брат Копланд, мне нужно работать, мне нужно делать остальные вещи». «Почему?» «Ну понимаете, ребенку нужна новая обувь, жене платье, нужно накормить семью». Именно об этом я говорю. Вы ищите неправильное царство, вы пытаетесь быть обеспечителем. А Иисус сказал, «Ищите прежде всего Царствие Божьего и Его праведности». И основная цель Эрика и Джейка в их жизни – это не зарабатывать деньги, их бизнес продвигает Божье Царство. И это приносит благословение, которое производит деньги, пищу, одежду и обувь для ребенка. Аминь. Вы понимаете это? Вот что делает воин в армии Господа. И в Писании сказано, «Неужели тому, кто служит в армии, нужно самому обеспечивать себя? Неужели командиру в армии нужно собирать деньги на свое обмундирование или пилоту-истребителю нужно собирать деньги, чтобы приобрести собственный самолет? Боже мой, это глупости. И точно так же солдат в армии Господа не должен собирать деньги для того, чтобы исполнить приказ командира. Идите и исполняйте свою работу, а командир. И Божье Царство обеспечит все. Аминь. И мы исполняем поручения. Мы не зарабатываем тяжелым трудом на жизнь. Нет. Праведной верой жив будет. Благословение в изобилии. И сегодня на передаче «Победоносный голос верующего. День пожертвования». Каждую пятницу, поскольку Бог дал нам такое указание. Он предназначил, чтобы мы жили в изобилии, в благословении Авраама. Не благодаря системе этого мира, а это один из способов, благодаря которому происходит обмен. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Послушайте. «Не обманывайтесь, Бог, поругая мне, бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И вы отвечаете на то, что вы узнали, когда сеете в служение туда, через что пришло это учение. И тогда это становится вашим. Вы освобождаете свою веру в свое сеяние, и тогда это принесет плод в вашей жизни. Именно так вы принимаете через даяние. Иисус сказал, что все Царство Божье устроено таким образом. И Отец Небесный, мы молимся за эти пожертвования. Мы принимаем их во имя Иисуса. Мы молимся за тех, кто нас слышит по всему миру, чтобы благословение Господне текло без препятствий, независимо от того, что происходит с экономикой этого мира, чтобы мы могли быть благословением для этой экономики. Во имя Иисуса. Аминь. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на вашем экране. До встречи и не забывайте Иисус Господь.